Всем большой привет! Рада видеть вас в пятой части моего многосерийного фильма, так скажем, о коллекции блесков и помад. Как всегда, наливайте чайок, кофеек, будем с вами смотреть, какие же еще продукты для губ у меня есть. Начну я вот с такой помады от Luxe Visage, пинаповая серия, в номере 18. Вот про эту помаду я скажу так, что мне она не понравилась, потому что мне она очень сильно иссушила губы. Давайте вот здесь нанесу. Так, что-то у меня с фокусом прям не а-ля улю. Оттенок красивый, на губах смотрится красиво, но почему-то эта помада мне сильно подсушивает губы. Пока не знаю почему, хоть я и бальзамом губы увлажняла, но все равно подсушивает. Так, девочки, я прошу прощения. Следующий блеск, или это даже помада матовая от Parise. У нее номер 03. Меня заинтересовал оттенок, конечно же. Ну и я себе не смогла отказать в таком удовольствии. Такой оттенок. Я еще не пробовала, как он будет смотреться на губах, но оттенок достаточно такой яркий на свотче. Так, дальше миниатюрка от Golden Rose. Нету у нее, к сожалению, номера такая яркая тоже. Малышка. Цвет плотный, тоже пока еще не пробовала, не пользовалась. Только пока вот свотчи показывала. Матовая помада металлическая от Stellar в номере 06. Я увидела цвет и не смогла пройти мимо этого оттенка, конечно же, и себе его приобрела. Такой вот оттенок. Я не знаю, насколько мне пойдут металлические оттенки, но мне очень захотелось попробовать. Помада от U.S. Abumat Magnifique в номере 224. Тоже такая красивая яркая помадка. Тоже пока еще вот не дотянулись у меня до нее руки. Но думаю, что в скором времени дотянутся. Мне нравятся вот эти помадки. Они достаточно комфортные. Но, да, они могут подсушивать немного губы, но это как бы не такая... Как бы, ну, не сушающая такая сухость. Приятная. То, что мне абсолютно не понравилось. Вот, подсыхает, как можете видеть, Catrice. Это пудра для губ. Не знаю, я... Мне высушила губы очень сильно. Это пудра. Плюс наслаивать она себя не дает. В общем, как-то, ну, не в восторге. Да, оттенок, конечно, красивый. Здесь я, в принципе, спорить как бы не буду. Но то, что вот она как бы немножко так пляшиво на губы ложится. Плюс очень сильно иссушает губы. Вот это мне, конечно, не понравилось. Не знаю, буду ли я ей пользоваться или буду от нее избавляться. Блеск, это Art Visage. Конечно, оттенок меня покорил в 105 номере. Я увидела и не смогла пройти мимо такого оттенка. Я поняла, что мне он нужен. Давайте немножко, наверное, поднесло ее этот оттеночек. Потому что как-то слабоватенько я нанесла. Но место еще такое не совсем удобное. Как бы... Ну, вот так он выглядит. Я думаю, что на губах будет смотреться очень красиво. Такой нежный... Перламутр, что ли. Ну, красивый оттенок. Дальше матовая или вельветовая помада Lip Gloss от Minow Pro в оттенке 0,8. Немножко не мой оттенок, но я, конечно же, попробую с ним сделать какой-нибудь макияж. И если совсем не мое, не мое, то я его, скорее всего, отдам. Оттенок яркий. Я, конечно, такие не очень люблю оттенки. Немножко не мое такое. Но вот, все равно попробовать, потестить, как оно пойдет, не пойдет, захотелось. Блеск от компании Бэй у меня в оттенке номер 0,2. Меня, конечно же, заинтересовал цвет оттенок, да. Опять-таки, это вот неудобная... Неудобный аппликатор. Такой вот оттеночек. Достаточно нежный, но вот если бы еще был аппликатор удобный, то было бы вообще все здорово. Плеск от компании NINEL у меня в номере 0,7. Тоже хотел из проект Project Pen, но когда поняла, что уже слишком много набралось продуктов, решила, что не буду пока сильно много брать, потому что не факт, что еще и расходуют те оттенки... Вернее, те продукты, которые я для губки взяла в проект, и кучу набирать как-то, ну, тоже не хотелось. Такой вот нежный розовый оттенок. Дальше блеск от Парисы в номере 43. Тоже еще не пользовалась, не пробовала. В основном, уходил больше на сводчи. Тоже такой нежный оттеночек, приятный. Такая красота. Следующая помадка в номере 15 называется Lover. Это матовая серия от Maybelline. Вот этот, по-моему, оттенок я использовала на губы, и мне он понравился, нежели чем другой оттенок, который такой сиреневый какой-то. Я уже говорила, что делала с ним макияж. Оттенок красивый, мне понравился. И вот этот вот, действительно, на губах держится долго. Блеск из магазина FixPrice от Maria K. В номере 12, такой вот коричневый, с блестками. Так, сейчас я попробую нанести. Такой вот он, светло-коричневый. На губах смотрится не ярко, не вычурно. Ну, то есть, такой нежный оттенок коричневого. Блеск для губ Golden Rose серия Diamant Breeze. У меня в номере... Так, еще мой камеросфокусировал. 02 Golden Nude. Не смогла я пройти мимо такой красоты, конечно же. И решила, что мне нужен этот блеск. Они, кстати, по-моему, нифига не дешевые серии. То есть, они достаточно стоят недешево. В районе 200, по-моему, 100 рублей. Но я даже на этот денег не пожалела. И прикупила себе такой оттенок. Матовая помада от Lotte. Металлическая. Так, Glow Up, наверное, читается. Номер. Тоже на оттенок я опозарилась, так скажем. Покупала в магазине L'Etoile. И из всех, которые там были представлены, вот этот мне понравился больше всех. Там их было представлено несколько, но заинтересовал меня только один вот этот вот оттенок. Тоже пока еще не воспользовалась. Но думаю, что все впереди. Блеск от не знаю чего. Какая-то там сирень, по-моему, была. 39 оттенок. Продавался в Фортуне. Я когда увидела этот блеск, он мне прям сразу, у меня как-то кинулся в глаза. И цена такая была 100 с чем-то рублей, по-моему, приемлемая. И я просто не смогла выйти из магазина вот без такого оттенка. Дальше. Металлическая помада. Или что это такое? Флюид. Господи. Жидкая помада с эффектом металлик. Вот. Номер 815. Тоже покупался в L'Etoile. Тоже оттеночек меня заинтересовал. Он чем-то, мне кажется, схож вот с этим вот оттенком. Вот такой вот красивый оттенок. Они, когда их наносишь, они какие-то такие холодные-холодные. У них такой эффект такого холода. Дальше от... Кого? Господи, не вижу. Анжелики Уолтс. Такой блеск для губ в номере 11. Там заинтересовал меня, конечно же, оттеночек. И я решила, что я хочу этот оттенок себе. Такой вот оттенок. Буду большим удовольствием им пользоваться, пробовать пойдет, не пойдет. Дальше блеск от Rimmel Oh My Gloss в оттенке 330 Snog. Такой красивый оттеночек. Покупала, по-моему, в магазине Эльтуаль по хорошей цене. Ниней Липсен Лав. 24 номер, к сожалению. Тоже такой барбежный оттенок, но... Он достаточно нежно на губах смотрится. Приятные ножки в полоску. Если я помню, то не скатывается особо-то. Приятные вот эти блески мне прям понравились. Дальше от Artvisage оттеночек 203. Ну, как мимо такой красоты. Можно пройти мимо и не купить ее. Как бы было бы, наверное, странно, да? Ну, я не отказала себе в таком удовольствии. Прошу прощения, упала. Такой оттенок. На губах, думаю, смотреться будет очень красиво. Дальше блеск от Divash HoloLips. У меня тут отрезнуло. В оттенке 0.3, девочки. Я ж не буду мучать с фокусом. Потому что не очень камера хочет фокусировать. Такой оттенок. Приятный такой. Следующий. Блин. Что-то неприпертикло, девочки. Я достану салфетку, пошуршу чуть-чуть. Это как-то липкая. Так. Номер 22. Угу. Угу. Тоже планировала взять в проект, но отложила. Такой тоже нежный розовый оттеночек. Блеск. А дальше блеск от от кого? Джекет Бьюти. 3Д чего-то там. 3Д лип... Господи. Не прочитаю, девочки. Простите. Номер 105. Он дуахром. В принципе, почему я его и приобрела, потому что он дуахромит. На руке это, конечно, не так заметно. Этот дуахром его практически не видно. Но вот в тюбике его очень даже заметно, этот дуахром. Стоили они небюджетно. Покупала в магазине Эльтуаль. А Вильян Сабова такой блеск. В номере 64. Давайте посмотрим оттеночек. Я, конечно, люблю более такие плотные текстуры на губах. Нежели чем полупрозрачные. Но иногда плотные текстуры тоже немножко поднадоедают. От Минау Про в номере 20. Вот такая матовая помада. Здесь мне уже оттенок больше понравился. Блеск от Golden Rose в номере 108. Такой оттенок. Приятный коричневый нюдовый оттенок. оттенок. Следующая помада от Megabrush, чего-то там, от Out to the Girl, matte velvet, 17-ый оттенок. Увидела цвет, не смогла пройти мимо и заказала. Заказала на сайте Wildberries. Я не знаю, есть они сейчас там еще или нет. Вот она красивая. Так, блеск от Vivienne Sabo в номере 63. Такой вот оттеночек. Два блеска вам покажу от Golden Rose в номере 101. Такой светлый, полупрозрачный. У меня такие любит подружка оттенки блесков. То есть она не любит чего-то яркого. Нанесла, губы заблестели и как бы все хорошо. Я вот таким вот пользовалась оттенком. Мне понравился очень. Это 113-ый оттенок, по-моему, да. На губах смотрится красиво. Мне прям понравилось, как выглядит на губах. Как он их подчеркивает, кубки. Нелипкая абсолютно текстура. Приятная в полоску. У меня не скатался. То есть я не скажу, что... Плюс приятные у них ароматы. И два последних матовых красавца. Это 02 от Minow Pro. Вот такой оттенок красивый. Прям красота. Я такие оттенки люблю. У меня такие оттенки идут. Нежели чем более яркие. И вот такая помада Sugar. Покупала тоже в магазине L'Etoile. В номере 09. Они как раз шли по акции. Одну берешь, вторая в подарок. Ну и я не смогла себе отказать в таком удовольствии. Тем более оттенки мои. Вот такая вот прелесть. Ну что ж, пятую часть на этом я с вами, наверное, буду завершать. Чтобы не перегружать слишком видео. Еще раз вам покажу оттеночки. И увидимся с вами в шестой части моего видео о моих помадах и блесках. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok